добрый день дорогие друзья наступил ноябрь похолодало и все чаще мы вспоминаем теплое ласковое солнышко лето и море сегодня я расскажу вам как можно из гипса и сделать вот таких вот замечательных морских обитателей и тем самым ваши воспоминания станут еще более яркими у меня здесь представлены замечательная коллекция всевозможных морских обитателей но я хочу сказать что не со всех можно сделать лучше всего подойдут морские звезды большие маленькие вот такая ракушечка и такая это лучше всего в домашних условиях они годятся для отливки из гипса изма из ракушек из морских из звезд можно сделать всевозможный декор для своего дома или квартиры и украсить фоторамки зеркала сделать разные композиции для декора креативные светильники подсвечники и тем самым вы не только воспоминания ваши украсить и но и помечтаете так для того чтобы изготовить морскую звезду из гипса надо взять настоящую морскую звезду далее эту звезду мы покрываем сверху вазелином или вазелиновой мазью то есть снаружи полностью промазываем хорошим слоем потом берем герметик силиконовый универсальный прозрачный и очень тщательно от краев до центра начинаем наносить стараясь чтобы никаких не было просветов и зазоров чем лучше вы нанесете герметик тем лучше у вас будет форма матрица с помощью под которой вы и будете выливать эти морские звезды когда герметик полностью высохнет вы сможете очень хорошо и аккуратно отделить от морской звезды и она у вас останется целой и невредимой вот такая получается форма силиконовая неважно какая она снаружи самое главное нас интересует внутренняя часть далее так как гипс очень быстро высыхает поэтому его раствор готовится непосредственно перед самой заливкой для этого мы берем гипс или алебастер меня заинтересовал вопрос чем же отличается гипс от алебастера не будем даваться в химические формулы это фактически один и тот же материал алебастер в основном используется в строительстве а гипс медицине наливаем водичку и делаем консистенцию густой сметаны начинаем размешивать мы его будем использовать именно для заливки формы еще немножко хорошо хорошо надо очень тщательно перемешивать чтобы не было комочков немножко еще надо добавить водички густая густая сметана должна быть форму силиконовую надо установить на поверхности ровно чтобы не было никаких перекосов и чем ровнее у вас будет установлена форма тем более ровная поверхность будет с обратной стороны готового изделия если же вы решили морскую звезду где-то повесить на стену или еще куда-то обязательно после заливки надо установить петельку это может быть продаются и для рамок фото рамок петелечки можно даже использовать обыкновенный кусочек проволоки согнуть его вот такая консистенция должна быть у альбастера форму устанавливаем и начинаем заливку так еще хочу сказать обязательно делайте ли такие движения чтобы алебастер попал абсолютно во все во все выемки во все во все места формы потому что от того насколько вы сделали форму хорошую насколько вы заполните гипсом настолько будет более правдоподобна ваша морская звезда будет смотреться как настоящие для такой морской звезды в среднем идет три столовые ложки две с половиной три столовые ложки алебастера используется то есть совершенно немного так выравниваем поверхность ровненько выравниваем чтобы все было ровненько хорошо использовать даже можно эту морскую звезду повесил на стене и рядышком разместил рамочку от фоторамки тоже интересный дизайнерский ход вообще можно с морских звезд раковин делать очень огромное количество разных композиций вот таким образом мы заполнили морскую звезду так и оставляем ее сохнуть не менее чем на 5 часов я видела в интернете информацию что 15 минут и уже готова не готова это если у вас дефект на стене вы можете замазать алебастром и через 15 минут все будет застывшая для морской звезды это где-то 4 нет часов 5 и более до полного высыхания только после этого можно ее извлекать извлекается очень быстро и очень легко и у вас получится вот такой слепок но это еще не готова звезда естественно есть какие-то неровности и внутри и по бокам после этого мы начинаем шлифовать берете ножик или какой-то иной острый инструмент и начинаете очень аккуратно убирать все лишнее вы увидите что у вас лишнего после этого морскую звезду надо прогрунтовать для этого подойдет любая готовая грунтовка или же можно использовать смесь воды и клея пв а после того после грунтовки вы приступаете непосредственно покраски окрашивается любыми красками можно даже гуашью и в результате у вас получится вот такая морская звезда вот это оригинал а это отлитая из гипса приятного вам времяпровождения хороших летних воспоминаний красивой мечты удачи всем